всем привет в прошлом видео мы делали мыло пирожное и для него использовались мелкие детали вот такие вот яблочки и палочки корицы в этом мастер-классе я расскажу как же это сделать что нам понадобится диоксид титана в порошке отдушка яблока два красителя это пигментные пасты зеленого и желтого цвета понадобится корица в молотом варианте палочки для мешания нож для карвинга пищевая фольга конечно же мыльная основа прозрачная вот такая вот форма для льда силиконовые дольки и какая-то форма пошире можно взять обычную силиконовую форму можно какую-то емкость пошире так приступим начнем с красителей а я уже все готовила готовил два вот таких цвета ярко зеленый у нас будет для кожуры яблока а такой бледно зеленый у нас будет для самого яблочка как я получила вот этот цвет я взяла одну каплю зеленого красителя одну каплю желтого красителя и диоксид титана пол чайной ложки также сюда добавила 15 миллилитров воды этот цвет я получила одну каплю зеленой пасты пигментной одну каплю желтой пигментной пасты 15 миллилитров воды получился такой яркий цвет теперь мы плавим основу в микроволновой печи где-то в течение минуты мощность 800 наша основа растаяла выливаем ее в стаканчик много не нужно совсем чуть-чуть добавляем краситель у меня получилось 10 капель размешиваем когда мы делаем какие-то мелкие детали для мыла не нужно добавлять жирные масла или какие-то ухаживающие компоненты можно добавить аромат это не обязательно мы добавим аромат яблока отдушка 3 капли так все готово спрызгиваем спиртом берем форму дольки и заливаем взбрызгиваем сверху волос спиртом и даем застыть какой-то дольки застывшие дольки вынимаем из формы что мы делаем дальше дальше мы берем прозрачную мыльную основу наш яркий краситель добавляем в прозрачную мыльную основу 5 капель яркого красителя и вливаем все это в широкую форму широкими краями я взяла вот такую вот ложку вот так это все выглядит что мы делаем дальше мы берем дольку кладем ее на дно этой ложки и вот так начинаем раскачивать чтобы она равномерно у нас покрылась зеленой основой так после этого аккуратненько вытаскиваем ждем пока чуть-чуть схватится и повторяем процедуру повторяем до тех пор пока корочка не приобретет нужный нам объем и цвет кладем и раскачиваем ну вот нужный нам результат теперь мы даем застыть этому яблочку берем следующий если основа начинает застывать ничего страшного просто убираем верхнюю пленочку после того как у нас немножко застынет наша корочка мы берем нож для карлинга и удаляем все лишнее то есть срезаем здесь чтобы было четко видно границу между корочкой и яблоком вот таким вот образом и с другой стороны можно даже захватить а теперь мы должны тут если посмотрим видно что корочка неровная мы должны убрать лишние выступы после этого просто вот так вот руками шлифуем чтобы все выровнялось у нас вот собственно у нас получилось яблочко то же самое делаем со вторым для того чтобы сделать вот такие вот палочки корицы нам понадобятся застилите кстати стол чем идут либо клеенкой либо пищевой пленкой потому что опять будет достаточно грязная работа нам понадобится пищевая фольга можно взять более плотно и даже лучше взять более плотно но у меня сегодня только вот такая тоненькое наличие нужно взять например кисточку то есть что-то такого круглого круглой формы или карандаш ну чтобы он был толстый в объеме и отрежем сразу кусочек мы сейчас делаем форму для мыла закручиваем вот таким вот образом поднимаем под форму с одной стороны фольгу нужно загнуть чтобы мыльная основа не выливалась теперь мы должны достать кисточку просто вытаскиваем у нас получилась вот такая вот трубочка вы помните что палочка корица она полая внутри то есть пустая поэтому нам для этой цели понадобятся наши палочки мешалочки мы просто засовываем ее в нашу форму из фольги ну вот наша форма для мыла готова теперь мы берем мыльную основу растопленную выливаем ее в стаканчик немного много нам не нужно берем корицу 1 3 чайной ложки и высыпаем в нашу основу размешиваем хорошенько корица очень дает хороший коричневый цвет такой приятный теплый оттенок и запах поэтому сюда мы не добавляем не аромата какого-то дополнительного жирное масло мы аналогично яблокам тоже не добавляем так ну у нас собственно все готово спрызгиваем спиртом теперь берем нашу форму ставим ее в таком положении в партикальном стаканчик лучше вот так вот согнуть и заливаем мыльную основу в таком положении держим несколько минут пока у нас она не застынет чуть-чуть палочка которая у нас служит центром так скажем должна быть ближе к одному из краев тогда ее будет удобнее доставать вижу что можно удалить еще теперь наша мыльная основа схватилась в форме ее можно положить она уже никуда не денется и ждем пока не остынет наша форма она будет холодной не теплая как сейчас и холодной после этого мы будем доставать то что получилось ну вот наша мыльная основа в импровизированной форме застыла теперь давайте все это будем разворачивать аккуратно форма у нас одноразовая больше нам не понадобится поэтому мы смело рвем фольгу если нужно ну вот мы очистили от фольги наша мыльца получилась вот такая вот штучка теперь мы все это убираем и нам понадобится разделочная доска теперь мы нам нужно извлечь палочку нашу мы надрезаем там где она у нас можно использовать нож для камбинга с ним даже удобнее мы надрезаем там где она у нас видна мы если вы помните когда заливали основу палочку отодвигали на край формы и аккуратненько извлекаем палочка удалена теперь вот этот надрез который мы сделали нужно сделать ровным ну чтобы было красиво это нам опять таки поможет нож для карминга ну вот мы убрали все лишнее теперь отрезаем края наши палочки корицы чтобы они были ровными красивыми и нарезаем палочки нужным нам размером теперь все вот эти милые украшения можно использовать для декоративного умола надеюсь данный мастер-класс был очень полезен для вас подписывайтесь на мой канал будет еще очень много интересного спасибо много до 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 Продолжение следует...